МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала Шансон ТВ программа «Звездный пасьянс». Имя нашей сегодняшней гостья уже давно и привычно ассоциируется со словосочетаниями «золотой голос Украины», «гордость украинской эстрады», «звезда украинской песни». У меня вот только один закономерный вопрос. Почему только украинской? Эта певица и актриса, артистка, любима многими миллионами россиян, любима многомиллионной аудиторией телеканала Шансон ТВ. Песен и хитов, записанных ей на русском языке, уже, ну, просто не счесть. По крайней мере, по моим подсчетам, их количество перевалило за несколько десятков. Короче говоря, в гостях у нас народная артистка Украины, народная артистка Ингушетии, любимая миллионами Таисия Повалий. Здравствуй, Тая, дорогая! Здравствуйте! Спасибо, Катюш, за эти хорошие слова, действительно. Всегда очень приятно получать награды, когда за тебя голосуют люди, когда нравится твое творчество. Как ты это делаешь, как ты поешь, как ты эту песню раскручиваешь, как ты снимаешь клипы, как ты видишь себя. Это, конечно же, самое главное для артиста. И, в принципе, мне везет вообще по жизни с людьми, которых я встречаю. Встречаю талантливых, встречаю продвинутых, скажем так, которые знают, что сегодня, вот как меня представить зрителю именно сегодня. И вот иметь такую команду – это счастье. И вот Боженька дает мне возможность работать с такими людьми. Ведь я не сама придумываю клипы, сюжеты, ведь я не сама пишу песни. Конечно же, я выбираю итог за мной, мое слово «последнее». Но все равно такой выбор информации, такой выбор талантливых людей, такой выбор песен сегодня. Сначала, значит, отбираю самые лучшие, потом я отбираю там из самых лучших супер-супер лучшие, ну и в итоге там одна остается из тысячи, та, которая действительно прослушивается там месяцами, и вся команда соглашается, что именно эта песня – это твоя, и это твой новый хит. Тогда, собственно говоря, к разговору о выборе песни и о команде. Песня для шансона года 2014. Как выбиралась эта песня? Какая песня стала победителем? За какую песню отдавали голоса зрители? Знаешь, у меня есть песни, которые я приобрела, скажем так, 20 лет назад. Вот они до сих пор у меня на тех кассетах, знаешь, старых еще, вот, там, с ужасным звуком, и они ждут своего часа. А есть песни, которые вот тебе присылают твои знакомые авторы, и ты понимаешь, вот, эта песня нужна тебе именно сегодня. Именно сегодня ты должна выйти на сцену с этой песней. И так было с песней «Простила», за которую я получила премию «Шансон года». Спасибо огромное, радио «Шансон», ТВ «Шансон», спасибо огромное всем, кто голосовал за мою песню. Я вас очень люблю. Спасибо большое. Спасибо. Пройдя такой жизненный путь, довольно-таки долгий замужество, скажем так, я не помню, когда я не замужем была, я все время замужем. И с одного замужа в другой. Поэтому я настолько прочувствовала, что эти слова, они как никогда нужны парам, которые долго живут вместе, которые все время выясняют какие-то отношения, да, с мужем проходит 20 лет, а ты все равно ревнуешь, а ты все равно не доверяешь. Где-то там бывают такие моменты, да, что хочется проверить и узнать, правда он это говорит, правда он говорит или нет. Вот, поэтому вот в такие моменты хочется сказать, что давайте не обращать внимание на мелочи и не нервировать друг друга, потому что с возрастом хочется жить спокойно, ходить за ручку, смотреть друг другу в глаза, и желательно еще где-нибудь на берегу моря, понимаешь. Поэтому вот простила, и это, наверное, пусть будет, что ли, правилом для всех людей, которые давно вместе живут. Прощай. Здравствуй, милый, Но зачем ты виноватый прячешь взгляд? Все, что было, не вернуть уже назад. Пусть разлучница разлука Позвала тебя с собой, Ты вернулся снова мой И только мой. Хмельная пьюга Голову скружила, Но первый снег растаял без следа И я простила, Я все тебе простила И снова ты со мною навсегда Я снова счастье в гости пригласила Обиды смыла соленою слезой И я простила, Я все тебе простила Мой непутевый, Но такой родной Ты всегда выбираешь песню таким образом, что ты не могла бы спеть песню, например, сюжета которой ты не очень веришь, но, например, как актриса чувствуешь в себе силу перевоплотиться в героя сюжета. Или те песни, которые сейчас исполняет взрослая, успешная и уже, не побоимся этого слова, очень звездная Таисия Павалей, это только полный отклик с твоим душевным состоянием. Абсолютно ты права, только отклик. Только если моя душа дрогнула, если сердце защемило, если еще и слеза выступила, ну все, это моя песня и мои чувства, которые за мои годы я точно когда-то, в какой-то период своей жизни это пережила. Понимаешь, это чувство мне знакомо. Поэтому вот это все выплескивается в моих песнях. Слушай, ну тогда в твоих песнях должна быть рассказана вся твоя бурная жизнь, о которой, конечно, пресса, как я, вот готовясь к передаче, там прочитала много о тебе материалов, но я поняла, что в основном это украинские СМИ, как-то в России жизнь твоя не слишком освещена. И вообще скажи, поправь меня, если я ошибаюсь, мне так кажется, что вот такой взрыв, вот такой звездный взлет Таисия Павлийна на российскую эстраду, это буквально последние, ну, 10, может быть, чуть больше 10 лет. Потому что все, что я знаю о тебе и о твоем творчестве, поверь, постаралась изучить это достаточно досконально. 93-й год успех сразу на двух фестивалях в Украине и в Белоруссии на Славянском базаре. После этого развитие отношений с Игорем Лихутой, твоим нынешним мужем и продюсером, и только с начала 2000-х годов вот такой яркий звездный взлет на российскую эстраду. Я права? Я в 93-м году только стала популярной певицей в Украине, у себя на родине. Потому что в 29 лет я получила первую свою награду. А это правда, что накануне 93-го года у тебя были мысли такие, что вообще ты уходишь, что ты все бросишь? Да, на самом деле, как-то вот мне не получалось найти хорошую песню. Я искала себя в разных жанрах. Я пела и джаз, и джаз-рок. Я искала себя. Мне мама говорит, Дотя, ну шо ты поешь? Шо ты спеваешь? А я говорю, мама, мою музыку будут изучать в консерваториях. То есть вот такой вот максимализм. Да, ну у меня это долго продлилось, понимаешь, этот период, пока я не встретила Игоря, который говорит, боже мой, своим голосом ты должна вообще, не знаю, разрывать вообще залы. А ты поешь в ночных клубах какие-то там блюзы. То есть до 93-го года ты все еще была такая широко известная узкому кругу музыкантов-певицы. Вот, конечно же. И с такими черными мыслями, типа, что все, пора на покой. Типа, что это такое? Эстрада, что это? Преподавать в школе, например, музыкальные у тебя были мысли, там, да, начать. Вот моя музыка, вот я занимаюсь искусством, понимаешь? Вот это настоящее. Я смотрела на всех звезд, типа, высока такая, знаешь, вся правильная. Так и что? Ну и пришел 93-й год и принес, в твою жизнь ворвался Игорь Лихута. Поехали, рассказывай, Таечка. Игореша приехал с Польши, он работал в ночных клубах. Приехал и увидел меня по телевизору. Я пела «Звездный блюз», как он сказал тогда, картинка была ужасная. Говорит, я хотел переключать, но я услышал ноты, и я остановился. Кто это поет? Дождался титров и записал, Таисия, повали на газетке. Вот, тут же звонит музыканту, своему другу, говорит, Толик, кто это такая? Мне очень понравилось, как она поет. Ну, Толик, естественно, там разлился в комплиментах в мой адрес. Вот, и Игорь попросил познакомить меня. Его со мной. Так случилось, что была съемка перед новогодней в 93-м году, в конце года. Нет, это был 92-й год. 92-й год. Новогодняя съемка была на телевидении. И вот Анатолий приводит Игоря на эту съемку, подводит ко мне, а Игорь переехал из Польши в красном свитере. Главурный! Весь такой вот, как мы сейчас говорим. Крестницы, да. Такой вот элегантный, такой, ну, красавчик. Вот. Толик подводит ко мне Игоря и говорит, Таечка, познакомься, это секс-символ Польши, Игорь Лихута. А почему секс-символ? Игорь, работая в Польше, в ночном клубе, там у них проходил конкурс мистер эротики и танцем. У него были какие-то долги, там, телефонные переговоры. И он решил эти долги погасить, там была какая-то приличная премия. И он решил, выпив стакан водки на голодный желудок, под музыку Распутин, и пошел, значит, танцевать на шесте. Ты представь себе эту картину. Выиграл денег-то, нет? Выиграл, но жаловался, что долги списали ему, как бы проплатили, а всю премию не выдали. Понимаешь, вот тебе Европа. Вот. И говорит, что несправедливо, естественно. Он лучше всех выступил. Ну, я не могу судить, я не видела. Но, во всяком случае, его фотография в журнале «Кэтс» была с ленточкой, там, знаешь, такой, там, мистер эротики. Вот. Прошу дома повторить. Нет, никак. Не соглашается. Не соглашается? Не соглашается. А может, стакан водки на голодный желудок не получается? Ты знаешь, не подумала. Предложи. Пусть вам повезет в любви. Вы не бойтесь, неглазливая. Просто я была счастливая. А счастливы ли вы? Все проходит, но любовь у меня была красивая. И я хочу, пусть вам повезет в любви. И я хочу, пусть вам повезет в любви. Всем, кто любовь теряя, боялся жить. Всем, кто по жизни не научился плыть. Всем, кто попал под пули людской молвы, я вам пою. Пусть вам повезет в любви. Слушай, ну и вот в красном свитере вот этот миссеротика, значит, к тебе подходит. Подходит. Что ты ему говоришь? А я 11 лет замужем, понимаешь, в хорошей семье живу. Вот муж не пьет, не курит. Музыкант. У меня сын растет. Свекор и свекровь дома под боком. Тоже не пьют, не курят. Боже, золотая семья. Мама моя счастлива, что да ты не повезло. И тут какие-то слова, эротика. Что это такое вообще? Я таких слов не знаю с детства. Первое впечатление, боже, красный свитер какой-то. Знаешь, показалось, что человек с недостатками какими-то, знаешь, который хочет себя, значит, выставить на показ. Я вообще как бы не обратила внимания, говорю, очень приятно и ушла. По-нашему. Но потом, через какое-то время у меня дома прозвучал телефонный звонок. Здравствуйте, это Игорь. Тая, помните, я, значит, к вам подходил, меня Толик представил, Толик Карпенко, наш общий знакомый. У меня к вам есть предложение. Мы сейчас готовим программу работать на пароме между Швецией и Норвегией. Нам нужна певица. Не могли бы вы сработать, поработать с нами. Ох, я себе представляю, что он услышал. Я говорю, я на паромах не пою, мое место на большой сцене. Вот так. И пошла в клуб на работу вечером. Не, ну в клуб мне не пошла. Я тогда в Киеве была, такой был период какой-то, знаешь, что и как бы и работы не очень-то было. Я с мюзик-хола пришлось уйти, потому что кризис как раз был, 90-е годы. Распались многие коллективы, мы перестали гастролировать. Потом я работала в филармонии, Киевской государственной филармонии. Год проработав в филармонии, нас тоже распустили, потому что мы не соответствовали параметрам каким-то там и так далее. То есть, если читать выписку из протокола, то было написано так, что Павали поет в такой манере, что кажется, она вот-вот перейдет на английский язык. В столичной филармонии чуждо петь песни в такой манере. Вот на Западе есть специальные ночные клубы и пусть, в общем-то, едет туда и работает. Ну, короче, на пароме ты ехать отказалась, ну, а дальше атака перешла. Атака продолжалась, да. И когда уже к 8 марта снималась программа у нас на телевидении, и Игорь позвонил с прекрасным предложением отснять три песни для женщин, и плюс еще дуэт с одним очень талантливым автором, украинским автором Александром Еременко. он сказал, что мы запишем эту песню, мы ее отснимем в программе, ну, естественно, молодая певица, которая хочет появиться на экранах телевидения, да, конечно же, согласится. И я полетела на студию. Приехав на студию, конечно же, я по-другому посмотрела на Игоря. Знаешь, почему? Ну, потому что, вот, наверное, впервые в жизни возле меня был такой мужчина, который от каждой ноты вот так, ой, как ты поешь, ой, какая ты молодец, ух ты, ах ты. Думаю, слушай, хороший парень. Вот. И, в общем-то, когда мы уже встретились на съемочной площадке, то, конечно же, Игорь показал себя во всей своей красоте, он был и внимательный, и приготовили мне и отдельную гримерку. Ну, в общем, я почувствовала себя звездой, что говорить. И домой меня на машине отвезли, хотя до этого я ездила только на метро. на метро ездила, на метро с чемоданами. Сто дорог между нами вновь, сто тревог и одна любовь. И когда уезжаешь ты под ней пусты, по ночам без тебя не сплю, я шепчу в темноту люблю. И небеса я о тебе молю. Я помолюсь за тебя, из сердца бьется любя, друг к другу стали с тобой одной судьбой. Я веду любую отведу. Я помолюсь за тебя, с тобою день от огня одну любовь пронесу сквозь все года навсегда я все с тобой пройду. ну и дальше участие вот в двух фестивалях, где ты наконец-то почувствовала, что ты можешь побеждать, потому что ты сама говоришь, что ты участвовала в огромном количестве фестивалях, конкурсах, концертах на разных конкурсных основах и нигде тебе не давали, кроме поощрительных призов и дипломов ничего. Я помню, я читала в каком-то интервью, как ты ехала и рыдала вместе с Азизой, да, вы возвращались с Юрмалы, где тебе всего-навсего дали диплом, а она вышла в финал. Сегодня, глядя на то, как я подбирала себе репертуар, конечно же, я делала очень много ошибок. И это научил тебя делать Игорь, как продюсер. он сказал, если ты хочешь быть популярной, надо пить погоду в доме. Твои песни должны звучать в ресторанах. Их должен любить народ, иными словами. Что значит песня звучит в ресторане? Значит, ее настолько любит народ, что он и по-трезвому, и после 50 грамм, он под нее и потанцевать, и поплакать. Вот такие должны быть песни, понятные и простые. Шансон. Шансон. И да, и это правда, да. И поэтому потом, со временем, любя этого человека, да, я же после первой своей победы на конкурсе, я почувствовала какое-то притяжение к Игорю. Какая-то вот добрая фея ко мне спустилась и сказала, вот со мной тебе будет хорошо. Вот я чувствовала к нему такую тягу, и к нему такое вот желание быть с ним, потому что это, наверное, еще не любовь была, а было какое-то вот непонятное чувство. Вот я все время, мне хотелось с ним разговаривать по телефону, мне все время хотелось с ним увидеться. Это не был случай, когда вот сейчас надо все разорвать и уйти к этому человеку. Такого у меня не было желания. Нет, но при этом зная и как бы много слыша и читая о твоем воспитании, я так предполагаю, что ты была девушкой очень серьезной. То есть это еще был период, когда у вас, наверное, и отношений-то так как таковых любовных не было, да? Не было, конечно. То есть это было отношение продюсер-артистка, даже еще тогда, наверное, не продюсер, а... Ну, как бы человек, который, да, он сказал, я хочу тебе помочь. Ни у меня денег не было, ни у него, но у него было огромное желание. Вот почему-то он поверил в мои способности, знаешь, вот как... Я не думаю, что у него была какая-то выгода. Вот я сейчас вот ей помогу, и она будет звездой и будет, как бы, получать большие деньги. Влюбился Игорек, видимо. Ну, вот что-то такое. Не только профессионально, значит, еще и влюбился. Мужчина должен, да, что-то какое-то на нервничество. Такое, на каком-то уровне непонятного. Но ты до сих пор говоришь об этом, у тебя глаза светятся, как две звезды, такие лучи во все, Катерина. Скажи, уже 15 лет вы с Игорем вместе. 20. Алло, 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 Не надо, а число. 20 лет. Хорошо, 20 лет. И скажи, и вот так же все, вот эти вот глаза твои горящие, и вот это вот все, когда ты о нем говоришь, у тебя просто лучи вокруг тебя расходятся. Да. Это все сохранить, вот эти 20 лет, оно все в ваших отношениях так и присутствует. Да. А тот, ведь Игорь был женат, ты была замужем, и у вас были достаточно благополучные браки. Мужчина там попрыгал, конечно, а у тебя был благополучный брак. Расставание было болезненным? Очень болезненное. Болезненное. Это, я помню этот развод, это, конечно, очень тяжело, потому что у меня к этому человеку не было плохих чувств, не было к нему отвращений. Ты сама говоришь, что ты его любила первое время, первой юношеской любовью. И до сих пор я могу сказать, что этот человек хороший, он сделал для меня только, сделала меня счастливой матерью, сделала меня счастливой женщиной. Он дал тебе фамилию Павалий, кстати. Между прочим, а то бы Гиревец, была бы Гиревец, ну и не звучало бы так. Ну, Гиревец тоже красивый. Павалий, да. Красиво. Плакала ночь, звезды как слезы роняя. Холодно мне, словно в душе живет. Февраль. Кто обманул нашу любовь, я не знаю. Плакала я, мне эту ночь безумно жаль. Сердце дрожит на ветру, знаешь, тебя я сотру из памяти своей. Переживу как-то эту ночь и смогу понять, что он научил меня прощать. Перечеркну все, что не сбылось. Пусть горит огнем, но навсегда оставлю след. Я на пути твоем. Давай двинемся за 93-й год. Игорь Лихута. Развивающийся роман. Все абсолютно правильные шаги, как продюсер делает. Песни тебе подбирает. Две победы на престижных конкурсах плюс две солидные денежные премии, которые для тебя были ого-го, какие деньги. В то время за два фестиваля 10 тысяч долларов. И смотри, 93-й год, и в 96-м ты уже получаешь звание заслуженной артистки Украины, а спустя полтора года уже народной. Так вот, с 93-го по 97-й, 4 года, чем была насыщена жизнь Таисии Повалий, фактически тогда только вырвавшейся на украинскую эстраду певицы. В 30 лет только начавшей вот этот путь. Да, да, да. И вот первое, это вот это желание быть вместе и побеждать. Второе, это правильно подобранный репертуар и команда. Благодаря Игорю ко мне просто относились, знаешь, не просто как к певичке, а вот как к певице статусной. Вот. У нас так как-то повелось, что если правительственный концерт, то это должна быть Таисия Повалий. То есть если там какое-то государственного значения, какое-то мероприятие, то это да, обязательно должна быть Таисия Повалий. То есть может быть то, что я уже была взрослой, меня отличало от начинающих других певиц, которые там были модные, может быть, моднее, чем я, может быть, юбки покороче, чем у меня, может быть, какие-то песни более, ну, ну, да, более модные. Дерзкие там есть, да-да-да-да. У меня все как-то было более правильно, более культурно, скажем так. Ну, я же уже все-таки уже женщина-мать. Поэтому как-то вот репертуар был правильно подобран. Ну, все складывалось. И поэтому вот такое быстрое развитие. Так все как-то легко. 15 альбомов, из них, ну, больше половины на русском языке уже к сегодняшнему дню записано. Значит, вот этот переход с украинской исключительно, вот, замкнутости на пространстве замечательного государства, которое я люблю, и что бы там ни происходило, я люблю эту землю и буду любить всегда. Но, тем не менее, замкнутость на внутриукраинском пространстве и выброс в сторону России, причем, где тебя полюбили, где тебя обожают, где у тебя многомиллионная сразу образуется армия поклонников. И это, ну, совершенно понятно, потому что песни ты поешь такие, которые трогают за душу любого нормального русскоговорящего русского человека. И вот этот переход в сторону России, это где-то 2000-й год, я так понимаю. Ближе к 2000-й год. Это был, я четко помню, это был 2004-й год. Но я никогда не делила Россию и Украину, да, просто выйти на рынок русский у меня даже и в планах никогда не было. У меня такое ощущение, что эта судьба готовила мне еще одну тропинку, чтобы как-то спастись от агрессии, которая в то время была у нас в стране. Очень не хотелось бы, конечно, об этом говорить, ставить какие-то акценты, но очень многие люди под влиянием каких-то, скажем так, националистических движений, не то, что они выступали против песен на русском языке, не то, что они там, хотя такое-то уже было, хотя такое-то тоже было, я не могу это исключить, было какое-то, типа, если ты не с нами на Майдане, значит ты плохой, ты не такой, как мы, мы тут правильные все стоим за идею, а ты не с нами, значит ты не человек. Да. Белая-белая птица Белая-белая птица В окна мои постучала Белая-белая птица Все о тебе рассказала То, что не может забыться В сердце моем отыскала Белая-белая птица Счастье вернуть обещала Облака вдаль плывут Словно корабли Полечусь от такой Хоть на край земли Повернет время В связь Посреди зимы Всем преградам На зло Будем вместе мы Будем вместе мы Вы смотрите программу Звездный пасьянс На телеканале Шансон ТВ И сегодня у нас в гостях Настоящая украинка Уроженка села Шамраевка Свергского района Киевской области Государства Украина Таисия Николаевна Гирявец Которая больше Известна нашей публике Как Таисия Павали Как ты это выучила Яне, у меня память очень хорошая Я на самом деле Действительно Помню очень хорошо События 2004 года И это был первый раз Я надеюсь Это не будет для тебя Обидным Потому что я тебя Конечно же Видела как певицу Но как-то не очень Обращала внимания Я обратила внимание На интонации твоего голоса На выражение твоего лица Когда ты давала Чисто политическое интервью Когда ты говорила На украинском языке Но я понимала все Когда ты говорила Кого? Меня? Меня? Народную артистку Украины Вы обвиняете в измене Когда там на баррикадах стояли На Майдане стояли Под оранжевыми флагами И Руслана И все там По-моему Была такая куча мала А ты отказалась туда пойти Ты не пошла И ты не поддерживала Оранжевую революцию И я помню Вот это выражение Твоего лица Когда ты говорила Да мне все равно Что вы будете И ты говорила На украинском языке Мне бы очень хотелось Чтобы ты рассказала О событиях тех лет Ну хотя бы коротко Что вот лично ты Как гражданка Украины Пережила тогда? Ну для меня это была смерть Это была смерть Не только творческая А и Личностная Скажем так На меня На человека Который всю жизнь Отдал Для того Чтобы научиться Своей Профессии Чтобы Усовершенствоваться В своей профессии Чтобы Своим творчеством Лечить душу людей Скажем так Да Помогать в жизни Своими песнями И тут вдруг Меня обвиняют В том Что я Выступаю Вообще Против своего народа Что я враг Что я самый злостный враг Который только может быть В Украине Вот И для меня Это была Ну я хочу сказать Такая трагедия В моей жизни Что я думала Я никогда не выйду на сцену У меня вот такое было Опустошение Я Боялась людей Я Боялась Контактировать Вообще С кем-либо Я Думала Что все Мои песни Уже никому Никогда Не будут нужны Я не представляла Свою жизнь Как дальше жить Вот Не представляла Наверное Боженька меня любит С детства И он всю жизнь Как бы меня оберегает И готовит Какой-то Выход из ситуации Значит В 2004 году Еще до революции У нас В Украине Параллельно проходило Два тура Один тур Как бы С востока на запад Тур Таисии Павлий А с запада на восток Тур Николая Баскова И У нас был Общий промоутер Валентина Басовская Которая Понимая Что она заработала На одном туре И на втором Она решила Как бы Два успешных артиста А ну-ка Закажу я им Еще песни Совместные Вот И Может быть С этого Что-нибудь получится Заработаю Еще Еще Понимаешь Вот И И Летом В 2004 Году Меня приглашают Членом жюри На славянский базар От Украины А Николая Приглашают Членом жюри От России На славянский базар И Вот По дороге Витебск Валентина Басовская Наш промоутер Встречает Меня И Дает мне Диск Говорит Послушай Ты сейчас Будешь ехать Дорогой Послушай Классная песня Это вам с Колей Вы запишите Это будет Хорошая песня Ну в общем-то Дорогой Я прослушала Эту песню Разные Сто Это была песня Отпусти меня Ну там Понятно Демо-версия Поет мальчик и девочка Ну Я прям Вот с Белоруссией Позвонила Авторам Говорю Слушайте Мне вообще Эта песня Понравилась Но я Коле Ее не покажу Потому что Ну Это не для Коли Песня Там ему нечего Петь В принципе Там Он любит Ноту показать А там негде Там Полу Субтоном Просто проговорить Нет Ну а потом Извини После Такого мужчины Как твой муж Совершенно Не гламурного А наоборот Такого в общем-то Достаточно Брутального Мужественного Такой Гламурный Коля В блестящих Пиджачках Рядом с тобой Как-то В общем С трудом Бы представлялся Если бы Уже Эта песня Не была бы Спета И мы Все Уже Привыкли К этому Как бы Образу Так и Я в принципе Подумала Назвала Назвала Тональность В которой Я хочу Спеть Говорю Делайте Аранжировку Я приеду С Славянского Базара И я Запишу Ну хорошо Договорились И вот Представь себе Готова Аранжировка Готов Текст Мы Приезжаем С Славянского Базара Я вот Уже Готовлюсь Ехать На студию И тут Вдруг Появляется Николай В Киеве Ну Не судьба Понимаешь Судьба Просто Какая-то Тянет Нас Друг Другу И Все И Значит Мы Приглашаем Колю В гости На шашлыки У нас Было Много шампанского Было Были Семечки Мороженое Было Много Мяса Приглашаем Валентину Басовскую Вот Короче Сидим Гуляем Веселимся По полной Программе Напиваемся Как положено На улице В беседке Птички поют Вот И тут Немножко Подвыпивший Супруг Говорит Коль Хочешь Я тебе сейчас Песню Поставлю Та Я сейчас Будет Записывать Ну Давай Интересно Конечно И Выносит На улицу Магнитофон Ну Вот Если бы Не Вынес Этот Магнитофон В час Ночи Понимаешь И Значит Зазвучала Песня Это Вступление Такое Магическое Знаешь Красиво И Такая Басовская Валентина С сигареткой Где-то Я Эту Песню Уже Поехали Ночью В эту ночь После Шампанского Семечек Мороженого Мяса Записывать Эту Песню Я помню Как Я Значит Записывая Свой кусок Там Отпусти Меня Там Надо было И Вот Ко Мне Заходят В студию С Чашкой Вот Огромной Чашкой Для Чая Чашка Вся Просто Переполнена Белым Вином Мне Так Тая Надо На Пей Я говорю Я не могу Пей Ты Засыпаешь Короче Говорю Я Выпиваю Еще Эту Чашку Вина И Вот Так Я Не Помню Как Я Эту Песню Я Лежала Пластом Следующий На Следующий День Я Не Могла Встать С Кровати Мне Так Было Плохо Вот Так Была Записана Эта Версия Звучит До Сегодняшнего Дня На Всех Радиостанциях Ты Приручала Как Птицу Меня В Тайной Любви Ты Меня Посвящала И За Собой В Не Известность Маня Сердце Своё Мне Отдать Обещала Я Разжигала Костёр Мы В нём Безумно Сгорали Кто Виноват Не пойму До сих пор В том Что мы Всё Это Вдруг Потеряли Отпусти Меня Отпусти Меня Разожми Ладонь Погаси Это Дикий Огонь Это Дикий Огонь Высоты Небес Высоты Небес Отпусти Я Уже Не Верну Я Уже Не Верну Вы Смотрите телеканал Шансон ТВ В эфире Программа Звёздный Пасьянс И Сегодня У нас В гостях Народная Артистка Украины Таисия Повалей Тая После Замечательного Дуэта С Николаем Басковым Ты записала Ещё Несколько Очень Хороших Дуэтов С Российскими Исполнителями С Стасом Михайловым Вот Недавно С Денисом Майдановым У тебя записан Хороший Дуэт Но Тем не менее Тебя нельзя Назвать Певицей Только Дуэтов У тебя Очень Много Сольных Красивых Песен Мы Выяснили Что В 2014 Году Ты получила Шансон Года За песню Простила Давай вспомним 2010 год Это был Как раз Тот год Когда Стас Михайлов И ты Вышли на сцену И пели Дуэтную Песню Да Расскажи О создании Этой Дуэтной Песни И как Получилось Так Что Стас Тебе Её Предложил Насколько Я так Понимаю Что Обо мне Рассказала Стасу Я так Думаю Ина Его супруга Она С Украины У неё Родители В Украине То есть Ина знает Все мои Песни Ещё Самые Ранняя Песни И может Быть Она Сказала Стасу Вот Обо мне Рассказала Вот Потому Что Предложили Мне Песню Отпусти Которую Написал Стас По Электронной Почте Написали Письмо Что Вот Есть Такая Песня Есть Такое Предложение Мы Со Стасом Не Были Знакомы И Мне Песня Очень Понравилась С первого Прослушивания Вот И потом Конечно же Спеть Со Стасом Любая Певица Мечтает Об этом И Конечно же Я Согласилась Я Приехала В Москву На студию Стас Как Настоящий Мужчина Пришёл С цветами И Мы Познакомились Прямо На студии Но Уже Потом Снимать Видео На эту Песню Приехала Инночка И мы Уже Породнились Можно Сказать Потому Что Почувствовали Вот Это Родство Какое Душевное Вот Ещё Стас Так Инну Любит Подкалывать Ну Шо Моя Украиночка Вот Поэтому Как-то Вот Так Сложилось Очень По Семей Отношения Со Стасом У вас Не Только Творческие Но Теперь Ещё И Действительно Глубоко И по-настоящему Дружеские Можно Так Сказать Дружеские И даже Можно Сказать Больше Семейные Потому Что Мы Часто Бываем У Стаса В гостях Когда Они В Киеве Они Приходят К нам В гости Моя Мама Пела Со Стасом Она Всем Об этом Рассказывает Вот Поэтому Можно Сказать Что У нас Теплые Семейные Отношения Я Пойду Налево Ты Пойдёшь Направо Оборвётся Небом Счастья Сотканая Нить Всё Что Было С нами Это Не Забава Это Было Наше Время Под Названием Жизнь Это Было Наше Время Под Названием Жизнь Отпусти Отпусти Небо Плачет Я Теперь Ухожу Это Значит Не Сумели Мы С тобою Счастье Удержать А на сердце Опять Злая Вьюга Не Смогли Уберечь Мы Друг Друга И Замкнута Вокруга Нам Не Убежать И Замкнута Вокруга Нам Не Убежать Отпускаю Знаю Что Тебя Теряю Но Так Будет Даже Лучше Для нас Двоих Больше Нету Снега Больше Нету Света Больше Нету Блеска Счастья В глазах Твоих Больше Нету Блеска Счастья В глазах Твоих Отпусти Отпусти Небо Плачет Я Теперь Ухожу Это Значит Не Сумели Мы С тобою Счастье Удержать А На сердце Опять Злая Вьюга Не Смогли Уберечь Мы Друг Друга И Замкнута Вокруга Нам Не Убежать И Замкнута Вокруга Нам Не Убежать Отпусти Отпусти Небо Плачет Я Теперь Ухожу Это Значит Не Сумели Мы С тобою Счастье Удержать А На сердце Опять Злая Вьюга Не Смогли Уберечь Мы Друг Друга И Замкнута Вокруга Нам Не Убежать И Замкнута Вокруга Нам Не Убежать И Замкнута Вокруга Нам Не Убежать Не Убежать Не Убежать 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Рассказывайте, Таисия Николаевна, как вы на это решились и вообще как это все прошло? Конечно же я об этом мечтала, мечтала с первого дня, когда только мы с Николаем вышли первый раз на сцену Кремля И вот он позвонил мне, говорит, тебя ждут в Москве, в Кремле снимается программа, там, к 8 марта, да? И мы с тобой должны спеть песню «Отпусти меня» Мы выходили с Колей последние на сцену Я вышла на сцену, я боялась публики Я боялась публики, во-первых, что понятно, что новое лицо какое-то, непонятно кто это Все рассматривают такое вот внимание Чересчур к моей персоне И потом я зашла в гримерку, я так разрыдалась Я ревела, меня не могли успокоить Моя популярность в России Дала мне новую жизнь, дала мне новое дыхание Дала мне вообще, ну, не знаю, веру в то, что моя жизнь не закончилась Наоборот, она стала еще интереснее То есть я как-то даже, знаешь, сидела так в досуге, думала, господи Революция была сделана для меня Ну, действительно, знаешь, ведь Господь же делает какие-то вещи Даже мы порой спрашиваем «За что?», а надо спрашивать «Для чего?» Вот, может быть, отчасти для тебя вот эти беды и горести Которые обрушились на твою страну, да и на мою тоже Потому что для меня Украина тоже моя страна Видишь, в какой-то определенной степени они повлияли на твою карьеру Потому что, возможно, ты не так бы активно стремилась к российскому зрителю и слушателю Да, у меня было все хорошо В принципе, да Как Гарик Кричевский, кстати, на интервью, сидя в этой студии Когда я его спрашивала, почему у него нет гастролей по России Знаешь, что он мне сказал? Он мне сказал, Катя, меня корпоративы засосали Вот эта востребованность внутри Украины ему хватает, понимаешь? Да, да, да Ему хватает и в материальном плане, и в эмоциональном плане Как артисту ему этого хватает А у тебя на тот период этот кислородик перекрылся Но тебе открыла объятие вся Россия Которая уже тогда была влюблена в красавицу-блондинку Таисию Повалей Спасибо Богу! Ты знаешь, я вот хожу в церковь и благодарю Бога за эту возможность За это спасение, за эту новую жизнь, за более эмоциональную жизнь За более широкую жизнь, за любовь, которую мне дают люди И они мне помогают Ну смотри, тебе же не просто люди дают любовь Смотри, сколько действительно признаний и наград Премия Шансон Года Это всенародная премия, тем не менее это премия официальная Может ли человек быть одновременно безгранично красив и безгранично отдален? Поздравляю вас Спасибо Это очень заслуженно Да мой первый приз Мой первый приз Я надеюсь, что таких статуэток в моем доме будет много Потому что Шансон – это душа, это наша жизнь Это мы с вами Да здравствует Шансон! В 2011 году указом президента Российской Федерации Таисия Павали награждается Орденом Дружбы В 2011 году ты получаешь звание Народной артистки Ингушетии Для начала, для того, чтобы начать получать какие-то звания в России Это, поверь мне, очень и очень много Вот ты что-то из этого можешь объяснить чем-то, кроме как божьим проведением? Например, Орден Дружбы, который вручил тебе президент Дмитрий Анатольевич Медведев Я хочу тебе сказать, что мое творчество и мое отношение к нашим народам, к нашим странам Оно всегда было направлено на то, что мы единая, единый народ Мы единая страна Страны, конечно, так получилось исторически, что сейчас у нас разные страны Но мы родились все В одной большой стране, которая называется Советский Союз И это не искоренишь У нас такой менталитет Мы ходим в одну церковь Мы православные люди Мы понимаем друг друга Мы понимаем друг друга, да, конечно же Мы поем песни друг друга, даже иногда не зная, что они значат Может быть, какие-то детали правильно, но это же происходит Поэтому у нас одна история Поэтому мы не можем быть вне А особенно, не дай бог, как сейчас раскручивают эту тему воинственную В это я вообще не хочу, не то что верить, думать даже не хочу об этом Это вообще надо забыть раз и навсегда Мы не можем, не то что воевать Мы не можем обижаться даже друг на друга И вообще думать друг о друге плохо Потому что мы один народ И я думаю, что все эти награды, это все заслужено Потому что я так чувствую, понимаешь? Я так чувствую После ветреной зимы После вьюги Я взяла тебя взаймы У подруги У подруги я тебя одолжила И головушку твою закружила Обещала, что верну непременно Но во мне произошла перемена Одолжила, одолжила Твою голову скружила И верну тебя вожилась Но со мной беда случилась Но со мной беда случилась Я сама в тебя влюбилась Я влюбилась и забыла Что тебя я одолжила В эфире телеканала Шансон ТВ Программа «Звездный пасьянс» И мы продолжаем разговаривать С народной артисткой Украины И любимицей миллионов российских слушателей Любимицей нашей многомиллионной аудитории Таисии Павалий Таи, мы вот про любовь с тобой много поговорили Но это было в основном касалось любви к мужчинам Мы забыли про папу Мы забыли про маму Это тоже всегда очень интересно Я знаю, что мама Нина Даниловна Что любишь ее не только ты Ее любит и твой бывший муж И Игорь Лихута От нее без ума От нее без ума Все твои друзья-музыканты Папа твой Николай Дмитриевич Я знаю, что его, к сожалению, уже нет Но, тем не менее, из интервью твоей мамы Я знаю, что он тоже достаточно вложил сил и энергии В твое воспитание, в том числе и музыкальное У меня очень творческая семья Хотя они работяги Родились тоже в деревне И можно сказать, что всю жизнь пахали на огородах На заводах Отец мой работал с шофером Но, знаешь, они творческие люди по натуре Они родились уже такими Папа всегда душа компании Он играл на всех инструментах То есть никакого праздника в деревне без него Ни одного праздника не могло пройти без Гиревца Николая Понимаешь? А моя мама, когда спевала Вот она идет до речки К речке идет Стирать белье А слышно за речкой в другом селе Как поет моя мама Так что я не случайно вот такая талантливая Вот Моя мама вообще хотела стать певицей Она всю жизнь мечтала выехать из Белой Церкви То есть деревня, где мы родились Это 20 километров от большого города Белая Церковь А еще 80 километров до Киева И вот эти 100 километров никак нельзя было преодолеть Чтобы вот стать артисткой Понимаешь? Вот не было ни возможностей, ни времени Вот И можно сказать, что мама всю жизнь положила на то Чтобы ее мечта воплотилась во мне То есть она всю жизнь мне говорила Таечка, ты должна учиться Ты должна получить хорошее образование Ты должна добиться Тогда вот если ты будешь хорошо идти к своей цели Правильно, не отвлекаясь на мужчин Ты станешь артисткой Ну вот И я была в этом уверена Мама была уверена Я была уверена Ну, отец, естественно Чем мог, помогал Он мне передал столько качеств человеческих Вот я такая же, как и он Если у него... То есть он очень... Упертый был Вот Вот, хороший молодец Вот он упертый Если он чего-то хочет Он обязательно добивается Мамку мою так замуж взял, понимаешь? Ходил и добивался Вот Тут же, когда мы приехали в Белую церковь Мы получили квартиру То есть он коммуникабельный Он находил с людьми общий язык Вот У него там в городе были сразу же знакомые Все милиционеры Понимаешь, он с ними там ходил В ресторан по вечерам Вот Все у человека было схвачено Такое Ну, были, конечно, и другие стороны Когда он приходил, например, выпивши домой Знаешь, и так Тая Ну, в ночи Грай И я в 12 часов ночи Папе играла на пианино Вот Не те ноты берешь Вот Ну, мама говорила Это не он Он хороший Это горилка Это все горилка И мама такая была настоящая Всепрощающая женщина Но все было до поры до времени Я знаю Я не хочу говорить о грустном В сегодняшней программе Просто скажи мне Когда твои родители все-таки развелись Как ты сильно переживала? Или ты была тогда уже Ты, в принципе, была достаточно взрослой уже девочкой? Или ты приняла сторону мамы И сразу Как бы согласилась с ее решением Ты знаешь, Кать Если честно То это была моя инициатива Моя идея Как бы Даже так Да Потому что я видела, что Мама страдает И Из-за пьянства в основном Из-за ревности Из-за ревности Да Из-за выпивки И я сказала Мама, я еще недолго буду с тобой жить Я уезжаю Вот как ты собираешься без меня Хорошо, я здесь Стою на твоей защите Да А говорю Я уеду Как ты будешь сама справляться? И я говорю Что Подавай на развод А боже мой Что же так скажут мне соседи? Потому что в то время Да Разведенка Разведенка Это что-то было постыдное Такое Что все люди оглядывались И смотрели как на покаженную Вот И Я ее заставила Я говорю Не мучайся Папа Без нас Сможет И ты без него сможешь Мы как-то вот сможем Потому что это не жизнь Вот И Вот так я В общем-то Не знаю Правильно я сделала Она боялась его Вот это самое страшное Когда ты живешь и боишься Вот это самое страшное Хорошо, что они тогда разошлись Хорошо, что они поняли ошибки свои И уже прошло там лет 15 Они стали общаться по телефону Они стали дружить Они вот Мама ему высказывалась уже по телефону Высказывала все, что ей за те годы накипело И вот они Выясняли отношения Но мирно уже Мирно И когда Мама моя была в санатории И я пригласила папу к себе домой И он зашел в дом И говорит Ну покажи мне Кимнату мамы Я вот завожу в комнату к маме А он так стоит Смотрит И говорит Малувата Я говорю Подожди Ну мама себе рядом домик построила Там у нее и пич И лыжанка Есть все То есть если она захочет У нее отдельно есть Как бы Я оправдывалась Папа, ты ж не суди Там Строго мне У мамы есть где жить Малувата Кажи Понимаешь? Так что Ну а тогда Ну такой был период Конечно же Конечно же Он душа компании Его всегда все звали Вокруг него собирались люди Я понимаю его Я понимаю то время Которое было Когда надо было выживать Надо было искать знакомства Чтобы получить квартиру Чтобы Так было Так было Поэтому мы Никак не сможем Это все вычеркнуть Посияла людям Літа свой літочка житом Прибрала планету Послала стежкам споришу Навчила дітей Як на світі по совісті жити Зитхнула полегко И тихо пішла за межу Куди ж це ви, мамо? Сполохано кинулись діти Куди ж ви, бабусю? Онуки біжать до воріт Та я ж недалечко Де сонце лягає спочити Пора мені діти А ви вже без мене ростіть Мама твоя Или вже поняла, що це раз і навсегда Нет, нет, нет Она до сих пор Причем Она більше його рівнує, чим я Ну ладно Разве такое возможно? А куди це ти збираєшся? Я кажу, мама, йому треба виїхати Ти понимаешь, що йому треба поїхати Дела решити? Не-не-не, сьогодні неділя Сиди дома з нами Тєща Тєща Нет, ну у них дуже хороші отношения І все, вот забыли Слушай, а мама тебе в детстве колыбельне пела? Конечно, музика звучала Вот с первого дня моего существования Самую любимую Или какую-то самую такую, которую ты запомнила И помнишь до сих пор? Ой ти котку сірий Йди замітай сіни А ти пели хати Сиди коло хати Та гляди, дитятко А як збудиш, коли хать будеш А не збудиш, гулять будеш Ау Ау До тебе прилетіла Голубка сизок крила Та не я Прощастя говорила Крилами небо вкрила Та не я А я, на жаль, не сміла Тобі сказати, милий, я твоя Крізь посмішку щасливу Крізь посмішку щасливу Дети между собой, это раз И во-вторых, какие у вас вообще в принципе отношения с детьми Катюша сейчас живет в Австралии Она родила только недавно девочку Так что Игорь уже дедушка Так, а ты как его законная жена, тогда на минуточку уже и бабушка Бабушка в Киеве живет, я еще не бабушка Катюша собирается приезжать в Киев на некоторое время Когда дети еще были совсем маленькие Мы ведь с Игорем уже 20 лет вместе, как я уже сообщала Когда мы с Игорем стали жить вместе Никите было лет 5, а Катюше лет, наверное, 12 И вот когда мы встречались втроем Катюшу мы приглашали, куда-то ехали гулять И ты знаешь, вот сколько мы находились вместе Катюша все время говорила только о маме И это нормально Я считаю, что каждый ребенок хочет, чтобы его родители были вместе И я понимаю ее отношение ко мне Какое бы ни было, оно никогда не заменит родную мать Это жизнь Я на это смотрю трезво и нормально Вот Поэтому Вот с тех пор я сказала Игореш, ну чего мы будем и детей нервировать И мне может быть не очень приятно И ты себя чувствуешь неловко в таком положении Вот, давай ты себе встречайся с детьми И да, вот И вы общаетесь, ты любишь Ты хороший отец Он очень хороший отец Он встречается с... Помогает детям, встречается с ними Вот Я как-то немножко отошла А Денис принял Игоря? Или тоже не сразу? Игорь, Денис тоже не сразу принял Игоря У них тоже, ведь Дениса настроили против Игоря с первого дня Денис отказался вообще идти с нами жить Его настроили, что Игорь проходимец Что у него было уже две жены Что я так на время погулять и все И никто не верил в то, что Игорь может быть серьезным человеком Он такой общительный, он любит анекдоты рассказывать Он веселый, важный человек, оптимист такой А может сложиться впечатление, что он ветреный Ну да, глядя может быть на какие-то периоды его жизни Можно и подумать, что он ветреный Но я-то знаю Человек серьезный Вот И... В общем-то Я могу сказать, что Как бы я там ни сомневалась Не ревновала Я все равно, я понимаю, что Мы настолько уже с ним срослись Как одно целое Что ничто в жизни Господи, Господи Дай Бог, чтобы так и было Что нас ничто не может разлучить Ну, разве что Я его, знаешь, что я его предупреждаю И говорю Игореш, сейчас такие девушки Что могут что-то там Пойти к бабке Поворожить Что-то подсыпать тебе И ты даже не подумаешь Она тебе в голову влезет Так что ты, когда кто-то К тебе близко подходит Ты вспоминай обо мне В этот момент Знаешь? На всякий случай Его... Программируешь НЛП это называется Это называется НЛП Надо капать на мой Правильно Вот, вот, вот Вот Но вот Ощущение такое Что вот Мы нашли друг друга Навсегда Запомните, девушки Несколько истин Не хлопайте дверь Без верстких причин Ведь все мы охотимся В некотором смысле Мужчины на зверях А мы на мужчин Еще раз напоминаю Несколько истин Разом трех этаж И самокольца Серьги и века А главное заклинаю Несколько истин Сразу со своей Мамой Не пугни Дед Жениха Телезрители, уважаемые И у меня челюсть Отвистала Я не понимаю Как это Для меня это Но ты слишком Наверное, его любишь сильно Или любила Ну не знаю Или ты ревнивая Я вообще не понимаю Как можно Первая, вторая Еще и третья Чтобы я туда В коллектив Писалась А нет, никогда Зачарована была Змавлена тобою Зилля зоря не пила Ще зовут любою Тельки ворожби Наємний знак Дивний знак Нам сказав Що буде все не так Буде так Як хотіла Як бажала Ставле так Як нам доля Наказала Буде так Я кажу Тобі було І буде так Тай, у нас В нашей базе Более 20 твоих Действительно Очень качественных Очень красивых Видеоработ Ведь Что такое Музыкальное видео Для артиста Да Это возможность Донести результат Своего творчества До гораздо Большего Широкого Более широкого Круга Людей Показать песню И сейчас И через год И через два И через три Тем самым Расширив Может быть Аудиторию Своих потенциальных Слушателей Выразить Опять-таки Себя В этой песне Одно дело Да там Голосом В студии В песне Показать Что ты хотела Сказать Но когда к этому Добавляется Видеоряд Согласись Ты можешь Из грустной песни Где-то добавить Там что-то В нее Такую Какую-то хитринку И уже сместить Немножко Акцент Вот Среди Количество видеоработ Которые есть у нас Среди всего Твоего видео О каких-то самых Значимых Для тебя Пожалуйста Расскажи Вот Кать Хочешь Скажу честно Я люблю Все свои клипы Тогда обо всех Рассказывай Давай Начинай По порядку И вот Была у меня В жизни История Когда мне Не пришлось Снимать клип Эта песня Одолжила Она только Вышла в эфир И она на следующий День стала популярной Я еще выходила На сцену Не помнила слова А мне уже Зал пел Вместе Все Хором Все женщины Одолжила Одолжила И я поняла Что тут уже Клип не нужен Потому что Песня уже в народе Можно испортить даже Знаешь Сюжетом Вот Поэтому Вот это единственная Песня Которая у меня Раскрутилась Без клипа А так Естественно Чтобы Песню донести До зрителя Надо Снять хорошее видео Надо Естественно Поработать Чтобы стилисты Хорошо поработали Чтобы ты была Там Непревзойденная Так можно Отличить Очень много Клипов Мы стараемся Чтобы клип Не был похож Не только Клип на клип Чтобы не был похож Не только Стилистический А и там Чтобы и образ Был разный Брунеткой жгучей И брюнеткой была И там С кудрями Была А ведьмака И с зелеными Нет 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 Все в пределах Разумного Нет Все в пределах Разумного Ну вот Поэтому Конечно же А особенно Если Твои клипы Появляются На Шансон Ти Ви Которые любят Смотрят Я лично Вот где мы находимся За границей Шансон Ти Ви Есть во всех Странах мира И вот в Испании Где мы часто бываем Мы смотрим Все время Шансон Ти Ви И Ты знаешь Сейчас Это большая честь Для артиста И вообще Что Клипы И концерты Концерты выступления И премию Можно посмотреть Да На Шансон Ти Ви Это для артиста Конечно Большая честь И большое счастье Поэтому Я буду снимать клипы Даже Ради того Давай даешь слово Ради того Чтобы они крутились На Шансон Ти Ви Потому что Я знаю Канал очень популярный И его смотрят Очень многие люди И вот для артиста Есть возможность Раскрутить песню Раскрутить себя Так что Я буду обязательно снимать И каждый клип Будет лучше и лучше Как будто не было холодных зим А лишь весна На годы опоздала Я поняла Что ты еще любим Как будто я Тебя и не теряла Как тесь мир Нежданно встреча нас Как тогда Волнует вечер Ты не буди Букан остывший Уже не мой А просто бывший Ты просто бывший И незваный Но все еще Такой желанный Ты просто бывший И незваный Но все еще Такой желанный В эфире телеканала Шансон ТВ Программа Звездный пасьянс И мы Продолжаем разговор С народной артисткой Украины Я надеюсь В ближайшем будущем Народной артисткой России По крайней мере Сейчас уже Трижды лауреатом Премии Шансон Года Замечательной Таисии Павалий Тай, а расскажи Пожалуйста О своем концерте Который прошел Во Дворце Украина В 2008 году Это же был твой Опять-таки первый Знаковый Концерт Со съемками на телевидении И так далее Мы с Игорем Долго Спорили на эту тему Нужен Не нужен концерт Может вообще Не напоминать о себе Знаешь Вот как бы После долгих раздумий Мы решили Можно так сказать Рискнуть Представляешь Народная артистка Украины Рискнула Рискнула Сделать концерт В Киеве В Зале Украины Нормально Это нормально Я думала Придет народ Не придет Я начинала Свой концерт С песни Выбратины Можно На Тильке Батьковщину Можно все На свете Выбрать Это как обращение Матери к сыну Что сын Можно все На свете Выбирать Но выбрать Нельзя Только Родину Это было Мое желание Спеть Начать концерт Именно С этой песней Ты знаешь Пришли люди Люди Аплодировали И стоя Встречали Аплодировали Мне в конце То есть Я Выдохнула И поняла Что все позади Люди Протрезвели Вот я бы хотела сказать Что они как-то Вот были Очухались Завороженные Какие-то были Знаешь Вот на своей волне А то вот Вдруг Свет появился И они Много поняли И многое Вообще На многое Посмотрели С другой стороны Но это еще Не самое главное Что люди пришли И стали Относиться ко мне По-другому Как раньше Все вернулось На круги своя Все вернулось Вот как должно быть Как когда-то было Хочу еще один случай Рассказать У нас есть Замечательный канал Интер Который Проводил концерт Ильи Резни В Киеве А в моем репертуаре Есть песня Которая называется Ах ты, Русь моя Ты дала мне силы Несметные Ты любовь моя И спасение И в Киеве Петь песню Ах ты, Русь моя С националистически Настроенной Публикой До чего мы дошли Это вообще Какая-то Просто беда Я Ты знаешь Я боялась Выйти Я понимала Что я это хочу сделать Ну как это воспримет зал Я набрала Полную грудь воздуха Вышла и спела эту песню Как в последний раз Что ты думаешь Мне кричали Браво Ну я тебе сейчас говорю Браво Молодец Я что хочу сказать О чем хочу сказать Что люди Абсолютно по-другому Как бы относятся К этим всем нашим Разборкам Да К нашим каким-то Негативным Каким-то отношениям Ну Проходит время И все становится На свои места Поэтому и сейчас Все забудется И сейчас Все вернется Вот вспомните Мои слова Я спиваю для вас И от того счастлива Коли песня звучит Відбувається диво Слези радость в очах Бо и вы все так само Як я зимовываете Сердце песнями Я спиваю для вас Спиваю для себе Тай пісня летит До самого неба Спиваю для всіх Спиваю для сина Спиваю для тебе Моя Україна Тая, ну чего еще в жизни хочет Красивая, любимая, успешная Здоровая, слава тебе, господи Добрая Очень чистая Как человек Я это вижу И чувствую И знаю Вот чего еще хочет Хочет Вот Хочу, чтобы был мир Взаимопонимания И спокойствия Вот это самое большое Сейчас моё желание Вот и все Мне только этого не хватает В жизни сейчас На данный момент Я думаю Очень многим людям Сейчас не хватает Спокойства Уверенности В завтрашнем дне Вы смотрели программу Звездный пасьянс И у нас в гостях была Таисия Повалей Которую я хочу попросить Тая, пожалуйста Для многомиллионной Армии твоих поклонников И для многомиллионной Аудитории Действительно очень популярного Телеканала Шансон ТВ Твои пожелания Хочу сказать одно Любите Будьте любимы Не жалейте Сил и чувств Отдавайтесь Сгорайте И тогда мир Наполнится любовью Миражи закутаны сны В это новолуние В миражах закутаны мы Теплых до безумия Стану каплей утренней росы Свечой застыну на стекле Ты самый лучший Самый лучший На земле Молиться плывут Имена мелькают Но ты самый лучший Я это знаю Верю тебе Я верю тебе И любят, не любят Я не играю Ты самый лучший Я это знаю Верю тебе Я верю тебе Я тебя сложила И снова В этом новолуние Слито столько Ласковых слов В тихом звуке Имени Если хочешь Снова повторю С улыбкой Повторю тебе Ты самый лучший Самый лучший На земле На земле А лица плывут Имена мелькают Но ты самый лучший Я это знаю Верю тебе Я верю тебе И любят, не любят Я не играю Ты самый лучший Я это знаю Я верю тебе Я верю тебе Я верю тебе Я о том, что ждет впереди У дождя Подслушала Подожди, чуть-чуть Подожди Прикоснемся душами А лица плывут Имена мелькают Но ты самый лучший Я это знаю Верю тебе Я верю тебе И любят, не любят Я не играю Ты самый лучший Я это знаю Верю тебе Я 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 верю тебе